Привет, народ, привет всем! И сегодня в этом видео я предлагаю просто повключать несколько игр и посмотреть на что способен мой компьютер. Я уверен, на это способны практически на данный момент все компьютеры, но вы знаете, для меня самое важное и самое интересное это старые игры. И в Steam сейчас идет до 4 января распродажа и меня просто понесло. Я, вы видите, вон сколько уже игр понабрал, пожалуйста, и практически все за максимально 2 евро. Это просто ужас. Я, конечно же, уже некоторые из них здесь потестил-потестил. И что я понял? Я понял то, что практически все те игры, которые были в поколении PlayStation 2, это такие как Prince of Persia, Forgotten Sands, например, Two Thrones, хотя Forgotten Sands уже были на Xbox 360. Ну, я имею в виду вот эта вторая часть, первая часть, Sands of Time, Prince of Persia, да, это все игры, которые, в принципе, идут нормально, но у них низкое разрешение, у них проблемы с управлением с геймпада, то есть они, ну, чересчур старые. Но самое круто, что они заводятся. Я думал, что они вообще не будут играться, нет, они играются, так что можно поиграть. Но я понял то, что, например, все те игры с Xbox 360 поколения, это, например, вот Lara Croft, Underworld, Legend, Anniversary, Rage, Spec Ops The Line, допустим, что там еще было, Enslaved, Deus Ex Human Revolution и Alien Colonial Marines, вы знаете, эти игры идут просто сногсшибательно. Конечно, не все идут в 4К, но некоторые идут в 1080p. Самое интересное, что практически, это не практически, а все игры, которые я протестил, идут в 60fps. И для меня, как для консольщика, это очень-очень в диковину. Так что, как я сказал ранее, давайте сейчас мы здесь повключаем несколько игр, посмотрим, как они идут, и просто, как бы, это будет мое не совсем первое, но одно из первых знакомств с играми на компьютере. Я не знаю, что там будет со звуком, я со звуком еще работаю, так как мне пришлось мой микрофон, который я использую для моих прохождений, подключить к компьютеру, с ним поколдовать немножко, так что это все еще абсолютно не финально. Это просто, можно сказать, так, тестовое видео, и в будущем я уже буду знать, что да как. Так что, сейчас давайте увидимся в Aliens Colonial Marines просто в офигенешем качестве. И да, народ, вот мы в чужих, или в чужие Alien Colonial Marines. И когда я первый раз увидел вот это вот на моем сейчасшем компьютере, я прифигел, если честно. То есть, это вообще, как вы знаете, самая моя доступная версия, в которую я всегда играл, которая мне доступна на данный момент, это, конечно же, Xbox 360 версия, которая, к сожалению, не идет по обратной совместимости на актуальном поколении консолей. И все, во что я мог поиграть, это, повторюсь, Xbox 360 версия. У нее ужасный разрыв экрана был, когда вы вертите вот так вот камеру, прям посередине несколько, в нескольких местах разрыв экрана. Конечно же, просадка в FPS и очень низкое разрешение. Здесь, ребята, я вам просто сейчас обязан это показать, потому что, ну, вы знаете, это нужно показывать. Здесь у нас полное разрешение в 4К, включена вертикальная синхронизация, текстуры все на максимум и все, что только можно, включено. И для меня вот это вот, это просто, я не знаю, вы посмотрите на эту красоту. Я такой красоты вообще не видел, и это страшно представить, это игра с Xbox 360 поколения, это просто вообще обалденно. Вот здесь вот, для меня это просто, это, это как небо и земля, если сравнивать напрямую с Xbox 360 версией. Класс. К сожалению, да, к сожалению, такой обратной совместимости, как на компьютере, нету, к сожалению. Посмотреть, да? Класс. Конечно же, по-моему, если скачивать игру в русском стиме, то будет русский язык, но, как вы знаете, для меня это абсолютно не важно. Я играю всегда на немецком. И вот здесь вот. Если вы вот этот скрин сравните напрямую с Xbox 360, это, это реально, это небо и земля просто. И знаете, что мне еще понравилось? Мне понравилось то, что, эм... Сейчас они пусть поговорят, чтобы они заткнулись, потому что, я не знаю, эм... Забивают они меня или нет? Здравствуйте. даже реально можно именно прочитать смотрите на этих на вот этих плашках так вот что мне еще понравилось мне понравилось то что как вы знаете я думал что будет не очень прикольное управление потому что управление да вы заткнете сегодня класс так вот о чем я я о том что вы знаете я конечно же попробовал также и поиграть с клавиатурой мы с мышкой и для меня это вообще не то потому что для меня я слишком 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 быстрые такие движения рывковые и мне это не слишком нравится и вот вы посмотрите на геймпаде здесь можно в принципе как и так же как и на консоли вы можете бежать вы можете дозировать свой ход понемножечку можете идти плюс управление вы можете и быстро поворачивать и можете аналогово очень спокойно поворачивать то есть я думал что вот это вот именно вот эта реализация на компьютере будет не очень но нет я чувствую себя как на консоли это очень прикольно сам что для меня непривычно конечно это то что экран не рвется это блин я не знаю это классно конечно же сто процентов многие из вас сейчас пока бояре могут мне сказать что эта игра даже на калькуляторе пойдет в таком разрешении и ребята может быть вы правы то есть я с этим не спорю для меня повторюсь я играю в эту игру в таком качестве впервые в моей жизни у меня всегда был не то что эталон а единственная доступная версия это xbox 360 повторюсь и она конечно же идет далеко не так вот ну блин вы видите да можно атмосферные шоты делать спокойненько идти спокойненько поворачивать налево направо блин с клавиатурой с мышкой вообще невозможно никакой атмосферы это конечно же по моему субъективному мнению вы можете вообще сейчас сказать как можно в шутер играть с геймпадом народ я всю жизнь играю в шутер с геймпадом и для меня это самое самое посмотрите да на это это вообще и вот если сейчас вы меня спросили ты бы хотел бы допустим все новые современные игры на новом анрил энджин 5 или на таком движке да мне бы такого хватило если честно то есть я сейчас смотрю на экран и я поражен просто просто поражен это очень круто здесь нужно как вы помните отсваривать двери от сваривать за за сваривать блин и обязательно конечно же смотрите да сопли какие растянутые обязательно конечно же игру для себя пройду потому что последний раз я его когда проходил несколько лет назад на боксе на 360 и да это конечно это конечно не то если сравнивать напрямую повторюсь вот этим вот релизом блин пока версии и кстати эту версию я взял по моему за 7 евро все игры стоят 2 2 а это почему-то 7 не знаю почему но она того за за оно того стоит единственное конечно для меня как для консольщика именно понятие того что все эти игры в цифровых версиях в цифровых стимовских вариантах немножечко мне это не нравится но блин в таком качестве я готов на это на все закрыть глаза если честно и вот здесь у человека можно сейчас освободить и все так что ребятки эллин colonial marines просто в офигенном качестве в нативном 4к блин это просто это просто мое почтение и народ конечно же одна из моих любимейших просто игр который называется spec ops the line она имеется по обратной совместимости на xbox series x но к сожалению она идет точно так же как на 360 там то есть в том же самом разрешении 720p конечно же вертикальная синхронизация вылечено все отлично и конечно же стабильные 30 fps что я увидел здесь это просто глазам не поверил для меня я впервые вижу игру вот в таком вот качестве опять же чтобы не быть голословным я про так это пока здесь нужно показывать технические характеристики так что ребята конечно же графика стоит на полную как вам сказать разрешение 4к то есть я не знаю почему здесь не показывается но на главном экране показывается полное разрешение то есть это вообще все конечно же на максимум я я же на максимуме да да все то есть здесь очень большие или как высокие текстуры все на высоком так как это старая игра здесь вообще то есть все тянет без без каких-либо проблем и повторюсь для для меня это просто вообще поиграть в одну из моих любимых ших игр вот в таком вот качестве это просто я не знаю вы посмотрите вы посмотрите на этот цвет офигенный посмотрите на детали на его одежде на его автомате вот это все посмотрите на эту офигенную тень просто играю вот в это и вау 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 даже несмотря на то что игруха доступна по обратке конечно же без 4к улучшения на series x вот это это просто эталонная версия посмотрите на текстуру асфальта я понимаю да что опять же мне могут написать что самое главное игры все такое и да но блин для меня также играют очень большую роль еще и техническая составляющая игры особенно после того как я прошел игру уже несколько раз на платформе которая не может себе позволить вот таких вот я не знаю вот такие вот такого вот качества нативная 4к блин я только мечтать об этом мог здесь вот даже вы посмотрите на этот трос здесь реально можно увидеть структуру троса вот этого смотрите блин это это просто не что точно так же буду обязательно или для себя или не знаю как проходить игру что мне нравится в пк это блин все игры идут 60 кадров сразу то есть это офигенно повторюсь так как я консольчик для меня это очень-очень в диковину опять же управление с геймпада реализовано вообще точно так же как на консоли никаких проблем никаких приколов как я боялся чего я боялся что блин геймпад будет реализован не очень хорошо на компе нет точно так же как и на консоли игруха да игруха полностью построена на сюжете из-за этого у нас здесь постоянно идут разговоры какие-то между нашими этими солдатами вот этими так что я даже не знаю слышите вы меня или нет так как повторюсь с микрофоном я еще не разобрался здесь сейчас просто тестовая такая запись небольшая вообще дать детали такие детали 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 те которых я никогда на 360-ом боксе не видел тени тени мне нравится смотрите прям такие гладкие такие офигенные давайте пропустим это все а и самая классная фишка да эта игра конечно же с песком хоп их просто всех за этого хоп их просто и и и и и и и и Немножечко привыкнуть к управлению надо, так как я в игру уже давно-давно не играл, у каждой практически в игре свои приколы, ты посмотри. Вот так вот. Вообще, народ, вообще. И игру, кстати, я взял за какие-то 5, по-моему, или 6 евро, то есть оно того реально стоит. Ха-ха. Абсолютно по-барабану. А вот именно вот такие вот игрушки, Комс с этим справляется вообще на ура просто. Так что, блин, народ, Spec Ops The Line одна из любимыхших игр, теперь вот в таком вот качестве я могу в нее поиграть. Это просто сногсшибательно, блин. И да, народ, одна из любимых серий вообще компьютерных игр или вообще видеоигр, это, конечно же, Tomb Raider. Это Tomb Raider Legend Anniversary Underworld. И да, у меня было несколько возможностей поиграть в эту игру. Это, конечно же, самое первое, это Xbox 360 версию по обратной совместимости на Xbox Series X, но, к сожалению, без каких-либо улучшений. То есть я имею в виду никакого 4К, никаких 60 FPS. Точно так же мог бы поиграть на эмуляторе, PlayStation 2 эмуляторе. Там 4К, но там, вы знаете, свои проблемки, там не такие, конечно же, высокие, то есть разрешенные текстуры и все вот это. И вот теперь я взял эту игру, ребята, вы не поверите, за 2 евро. Евро 90, то есть евро 99 центов. Это ужас. Запустил игру, игра сразу играется в 60 FPS. Сразу поставил на 4К и все просто, вы посмотрите на это. Я просто в шоке, блин. Мне уже давно люди писали, что купи компьютер, там будет тебе 4К и все такое. Я прекрасно это понимал, но я не знал, что настолько все будет офигенно. Я вот это вот сейчас вижу и это... вау! Опять же, управление с геймпада. Все точно такое же управление, как на Xbox 360. Давайте это все будем пропускать, потому что оно нам нафиг не надо. И да, я сейчас посмотрел несколько записей, которые я записал. И что мне не нравится? Мне не нравится звук. То есть со звуком еще мне работать и работать, так как это новая платформа. ПК для меня со звуком я здесь абсолютно еще не знаком. Блин. Это не моя карта захвата, понимаете? Которая в 4К пишет с консолей. С актуальных и со старых. Здесь мне нужно еще поработать. Но, повторюсь, это, ребята, просто такое небольшое видео, где я делюсь впечатлениями от увиденного. И вы не поверите, моя челюсть постоянно находится где-то в районе пола. Постоянно. И вот мне интересно, разве всегда на ПК игры шли в 60 кадров сразу? То есть или есть игры, которые идут в 30? Я просто не знаю, но для меня это в диковину, блин. Что самым говорю, интересно... Почему? Почему не получается по обратной совместимости на боксе сделать 60 кадров? То есть есть игры, которые поддерживают 60 кадров. Microsoft делали FPS Boost, но большинство игр не поддерживают вот этот самый FPS Boost. И вот здесь вот, когда включаешь 60 кадров, у тебя все так плавно, все так интересно. Я даже не знаю, игра как будто ты ее не знаешь. Как будто по-новому ты играешь в какую-то абсолютно незнакомую игру. Вы посмотрите только на эту, да? Это же... Это же... Это ужас. Это просто ужас. Одна из любимых игр в таком качестве. Опять управление, все гладко, все очень-очень интуитивно, все... Я даже не знаю. Вообще, хоть игру и делаю на самую-самую низкую ступень звуков, все равно все как-то громко, непонятно. Надо все еще настраивать, настраивать и настраивать. Ну, я думаю... Ты посмотри, я думаю, цель ясна, да? Почему? А, нужно вот так, потом отойти немножечко. Вот так вот, да. Вы сто процентов сейчас слышите мой геймпад, потому что я нахожусь прям вообще в двух сантиметрах от микрофона. Ну, ничего страшного. Вот это туториал, блин, на весь экран. Это, конечно, это еще то, блин. Это так долго еще, вы посмотрите. Так. Так. Ну, а теперь я буду знать, чем заняться в следующем году. Много-много игр нужно будет мне опять перепройти вот в таком вот просто обалденном качестве. Ну. Оп. И это, опять же, управление. Это как на велосипеде ездить. Если кто-то игру проходил в Xbox 360 поколений и PlayStation 2, может быть, то управление на геймпаде тоже самое. То есть, оно таким же и осталось. И, в принципе... В принципе, вот так вот. И опять же, да, чтобы опять не быть голословным, я не знаю, здесь можно будет или нет, но я вас уверяю, что игра идет в 4К. Когда игру запускаешь, она сразу тебе пишет об этом. Здесь, да, здесь я не вижу разрешения, но в самом начале, когда ты, повторюсь, только запускаешь игру, там тебе дают выбор. Ты выбираешь и просто, блин, опять же, вы посмотрите, снизу в правом углу написано 2006 год. И сейчас эту игру поиграть вот в таком вот разрешении, это просто вообще эталонное качество картинки. Потому что, повторюсь, ни одна версия не дотягивает вот до этой, до компьютерной версии. У нас есть PlayStation 2 версии, у нас есть Xbox 360 и PlayStation 3 версии. И они абсолютно, к сожалению, рядом не валялись. И сейчас брать их и играть даже по обратной совместимости, мы все равно не добьемся вот такого вот качества картинки. Блин, народ, это просто нечто. И да, вот чтобы, народ, не быть голословным, вот эти вот игры Tomb Raider Universal, Legend, по-моему, Underworld. Когда я их запускаю, то есть нажимаю на старт, мне предлагает Steam или полностью запустить игру, или зайти в сетап. И вот, когда мы заходим в сетап, я вам могу сейчас показать, что здесь стоит. Так вот, разрешение, конечно же, на самом высоком. То есть, 3.840 на 2.160, то есть, 4К. 60 фреймов, потому что больше я не могу выбрать, по-моему. По-моему, я больше не могу выбрать, потому что у меня все заграничено. Мой телевизор заграничен на 60 FPS, и мне этого предостаточно. Повторюсь еще раз, я человек, который всю жизнь играет и будет продолжать также играть параллельно на консолях. То есть, 60 кадров для меня это самое-самое. Конечно же, антиалиасинг на самый-самый высокий, который только есть. Все вот эти вот фишки повключены. Ну, вы понимаете, да? И вот только тогда я могу запускать теперь Tomb Raider в полном, так сказать, качестве. Что я, в принципе, сейчас и сделаю. Еще одна из моих любимейших игр, это, конечно же, Tomb Raider Anniversary. Самое, что интересно, игруха также идет, конечно же, и Xbox 360, версия по обратной совместимости на Xbox Series X. Но, опять же, к сожалению, только в 720p, в те же самые, которые у нас были на боксе 360 и в 30 FPS. То есть, игра не получила ни FPS, буст в 60 кадров и никакого 4K разрешения, как некоторые игры по обратке. Так что, опять же, эталонная версия получается теперь именно вот эта. Точно так же можно поиграть, конечно же, в PlayStation 2 версию, но, как вы знаете, там абсолютно другое качество текстуры, вот это все. Оно хоть и красиво все, но, к сожалению, конечно же, опять не дотягивает вот до этой версии. Опять же, управление с геймпада просто сногсшибательное. Вообще, чувствую себя как дома. Никаких вот этих вот компьютерных костылей непонятных. То есть, купил игру опять за 2 евро, повторюсь, и установил, поставил, я вам показал, какие настройки сразу. Все на максимум. И все идет. Все идет без каких-либо вообще нареканий. Это... Это очень круто. И сейчас опять здесь немножечко, немножечко, немножечко походим. Я просто не могу вам не показать такое. И интересно, что, прикиньте, так как я игру знаю как облупленную, игруха начинается с заставки, да. Вначале идет заставка, когда к нам приходит какой-то человек и говорит нам, дает нам задание, что типа едь там в Перу, тыры-пыры и занимайся там тем или иным, иными делами. И прикол, здесь начальная заставка идет на движке игры, вы можете себе представить? То есть, трехмерная на движке игры. На PlayStation 2 и на Xbox 360 там зарендерованное видео. То есть, это о чем говорит, что на PlayStation 2, Xbox 360, PlayStation 3 в то время не смогли каким-то образом разработчики сделать так, чтобы начальная заставка была на движке игры. Вот как вот это, например. Видите, здесь движок нам показывает. И это обалденно. Я не знал, что такие прям существенные, существенная разница есть между вот этими вот версиями игр. Это просто, я не знаю. И да, опять же, поиграть в нативном 4К и в 60 кадров в Лару Крофт, это... Да, ребята, я буду восхищаться еще очень долго. Повторюсь, я всю жизнь играю на консолях. И там, если ты игру купил, допустим, даже если вот старая игра поддерживается на твоей консоли по обратной совместимости, то да, к сожалению, там нельзя просто взять и выкрутить 4К разрешение. И нельзя сделать, чтобы игра шла просто так в 60 FPS. Нужно, конечно же, ждать, пока платформа-держатель или разработчик возьмет и каким-то образом улучшит игру. И вот только тогда ты можешь насладиться им игрой в другом абсолютно визуале. Здесь же, блин, хочешь 4К, пожалуйста. Хочешь 1080p, пожалуйста. Хочешь 1440p, да тоже пожалуйста, блин. И вот это вот, я не знаю, вот этот вот флексибилитет, я даже не знаю, как сказать, то есть вот этот вот выбор настроек, здесь, конечно, это плюс. И самое большее, что я боялся, что когда я буду какие-то игры устанавливать или там запускать, что я столкнусь с какими-то проблемами. Нет, здесь все игры инсталируются и просто тупо идут. Вот одна игра попросила меня какой-то Net Framework установить, потому что у меня его на компьютере еще не было. Но я его установил, потому что игра его автоматически с собой привезла, так сказать, принесла. Я помню просто 2006-2005 год, когда я играл на компьютере, и это было совершенно по-другому. Там ты сам должен был находить драйвера, сам должен был находить какие-то фиксы, сам должен был находить какие-то патчи для игр. И это сам все руками вписывать, внедрять как-то в игру. И вот именно вот за этого мне и запомнился ПК как платформа, что типа ну на ней вообще такие костыли и такие танцы с бубном нужны. Но нет, в тех играх, которые я на данный момент и спробовал, все классно, все идет просто с коробки, как говорится. Это круто. Не исключаю, конечно же, того факта, что 100% есть игры, которые будут каким-то образом или я даже не знаю, на каких я столкнусь с небольшими проблемами. Но вот все игры, которые я сейчас протестил с Xbox 360 поколения, они все идут отлично. Повторюсь, игры с PlayStation 2 поколения, такие как Prince of Persia, трилогия, да, там свои проблемы. Оно идет и в низком разрешении, конечно, на весь экран, но еще и проблема с геймпадом. Вроде бы геймпад, как сказать, распознается игрой, но вот я могу только ходить, а камерой вертеть не могу. Мне игра пишет вертикамерой, а нет, вроде стик работает, я на него нажимаю, он работает, но он не крутится. Так что я не стал там заморачиваться, те игры с PlayStation 2 поколения, можно запросто поиграть на эмуляторе. А вот с Xbox 360 у меня еще много игр, которые я хочу прикупить, так что народ, просто вот мое первое впечатление о играх. Я не знаю, может быть хватит или давайте еще одну игру запустим, это Enslave Odyssey to the West. Одна просто из любимыхших игр, в которые я вообще когда-либо играл, это Enslaved Odyssey to the West. Она точно так же имеется, конечно же, на PlayStation 3, Xbox 360 и Xbox 360 версию можно, конечно же, поиграть по обратной совместимости. Но опять же, на Xbox Series X, так как это актуальное поколение консолей, это круто, это сам факт, что можно поиграть в эти игры по обратке, это офигенно. Это мне очень сильно до сих пор нравится. Но игруха идет в 720p и в 30 fps, то есть, а здесь, вы посмотрите, игруху опять же купил примерно, по-моему, за 2 евро. Я не знаю точно, взял и да, что я удивился, а хоть это и опять же Xbox 360 поколение, но видать из-за движка или из-за чего, я не знаю, ребята. Но игруха максимально выдает разрешение в 1080p, то есть Full HD. Никакого 4К, ничего, но даже так, играя вот именно вот в такое вот качество, оно намного лучше и детальнее, чем, конечно же, Xbox 360 версия по обратной совместимости на Series X. И опять же, самый-самый-самый большой плюс, это, конечно же, 60 fps. Это все вот эти вот, я даже не знаю, 60 fps, каждая, боже, игра на ПК идет в 60 кадров. И благодаря, благодаря, в кавычках, конечно же, PlayStation 5 и Xbox Series X, я просто привык к этим 60 fps, и я уже не хочу с ними расставаться. И вот здесь вот практически, да не практически, а каждая игра, которую я покупал и запускал, все идут в 60 кадров, это офигенно. И просто, опять же, поиграть вот в эту одну из любимыхших игр в таком качестве, народ, это просто вынос моего консольного мозга, честное слово. Вы посмотрите на эту красоту, народ. Каждую травинку видно. Разрешение, реально такое ощущение, что намного больше, чем 1080p, конечно, как вы знаете. А пропустить никак нельзя? А, можно. То есть, игра-то идет в 1080p, да, но у меня идет, как вы знаете, апскейл до 4К, потому что я записываю видео в 4К, и у меня комп рендерит вот это все в 4К. Так что, даже вот эта картинка выглядит реально, как будто нативная 4К, вот честное слово. Вы посмотрите вот на эту вот листву. Посмотрите. Каждый, боже, листочек видно. Текстурки офигенные. То есть, понятно, конечно, старые, но, блин, вы сравните их с PlayStation 3 или Xbox 360, особенно на 360 консоли и PlayStation 3. Здесь просто вообще, это... Очень, очень доступный гейминг на ПК. То есть, игры стоят реально мало. И вы знаете, конечно же, если вы современный геймер, то да, вы играете в современные игры, и там, конечно же, намного дороже игры стоят. Но так как я люблю поколение Xbox 360, и хочу именно в эти игры играть, вот в таком вот качестве, да, еще и в 60 кадров, то для меня это очень, 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 можно сказать, дешевый гейминг. Каждая игра, которую я хочу бы взять, она стоит максимально 5 евро. Это просто, я не знаю, блин. Мне интересно, почему, вот почему нельзя игру поставить в 4К? То есть, зависит, скорее всего, от движка, да? По-моему, по-моему, да. Потому что я уверен, что игра там может, игруха может это все выдавать в 4К запросто. На! Обалденная боевая система в 60 кадров просто вообще чувствуется офигенно. Фидбэк, ты прям чувствуешь вот это все. И опять же повторюсь, насчет, насчет звука, ребятки, не смотрите, что игра слишком тихая, потому что я ничего не настраиваю. Опять же, вы 100% слышите мой полностью, как вам сказать, джойстик, геймпад, потому что я прям возле микрофона с ним сижу. На! Блин. Играется просто, я не знаю как. Повторюсь, одна из любимейших игр в таком качестве, в таком, я не знаю, в таком исполнении. И самое что, прикольно, это не какой-то ремастер, это не какой-то ремейк, нет, это просто старая игра, в которой ты можешь выкрутить немного качества и фпс. Ты посмотри, а? Класс. Знаете, что еще интересно? Также есть, конечно же, эмулятор Xbox 360. И мне интересно, а эмулятор Xbox 360, он вот эту игру сможет в 4К показать? Если сможет, она будет лучше выглядеть или нет? О, прикольно, можно и приказывать. Да-да-да, я уже совершенно это забыл, блин, но как же, как же это офигенно. Вы только взгляните вон туда, вон, вот, вот, вот просто посмотрите вон туда, вон. Класс. И да, если кто не знает, это игруха от Ninja Theory, то есть это те ребятки, которые сейчас принадлежат Microsoft, и в прошлую игру они сделали Hellblade, они стали абсолютно независимой студией, сделали Hellblade, а сейчас делают вторую часть Hellblade, где, опять же, обалденная лицевая анимация, и вот это все очень будет, конечно же, интересно мне на это все посмотреть. Жду, 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 будь же, в первый день куплена на Box 360, на Box Series X, вот тут вот, народ, камон, да это не 1080p, камон, это выше, хоть и настройки мне показывают 1080p, кстати, я смогу вам это показать или нет. Графика, да, как вы видите, разрешение 1920 на 1080, опять же, графические настройки все стоят на high, то есть на высшую степень. Конечно же, вертикальная синхронизация, это что меня выбешивало в поколении PlayStation 3 и Xbox 360, это когда рвется экран, здесь, слава богу, все это можно залечить. Также Motion Blur я полностью отключил, потому что я являюсь не совсем таким уж любителем Motion Blur, в некоторых играх он помогает, кое-какие огрехи убрать, здесь же он мне нафиг не нужен. Я, извините, народ, я не могу просто насмотреться на вот эту красотеечку, блин. Вот так вот, дай консольщику ПК в руки. Он забудется на, я не знаю, на несколько часов. Опа, она что-то с ними сделала. Ну, ну, на! Офигенно! Я сто процентов уверен, что YouTube смажет здесь все, конечно же. Вы не увидите этой травы, не увидите никаких деталей, но поверьте мне, у меня на экране просто, я не знаю, волшебное качество. Итак, ладно, давайте, я даже не знаю, может посмотрим еще что-то, может нет, глянем. Ну и, в принципе, мы с вами немножечко сейчас посмотрели на игры, это просто было такое небольшое мое знакомство с этими игрухами, и да, я очень-очень, конечно же, впечатлен. Повторюсь в очередной раз, такие игры, например, как Two Trons, Warrior Within, Sands of Time я даже, по-моему, не запускал, вот эти я, по-моему, запускал. То есть, все нормально идет. Низкое разрешение, конечно, ну, на весь экран, то есть, вы там можете включить, опять же, какие-то улучшатели, которые были на тот момент, когда игра выходила доступная. Но вот даже то, что здесь написано, поддерживается с геймпадом, да, или большинство функций поддерживается с геймпадом, можно, да, управлять, но я столкнулся с такой проблемой, что я не могу правым стиком поворачивать камеру влево и вправо. То есть, ничего страшного, абсолютно, то есть, это можно, знаете, как, ну, действительно, как люди говорят, а, не понравилось, удалил. То есть, я за игру отдал 2 евро. 2 евро — это одна чашечка кофе купить, знаете, на работе с автомата попить. Здесь, да если даже игра каким-то образом не, я даже не знаю, имеет какие-то проблемы или просто тупо, мало ли, не запустится, да ничего страшного, 2 евро, народ. Ничего страшного, то есть, это очень-очень круто. Самое интересное, что я, опять же, походил, 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 и вы посмотрите, я нашел вот такую игру, которая называется Alice Madness Returns, и вы опять посмотрите на, как ее назвать, на цену, народ. 2 евро, вы можете себе представить? 2 евро до 4 января. 3 евро, опять же, здесь сразу мне показывается, что ваш контроллер доступен, то есть, он управляется, и, опять же, повторюсь, моё такое неписанное правило, что это игра с Xbox 360 поколения, и я уверен, она будет здесь идти обалденно. Так что, обязательно еще сегодня понаберу здесь игр до 4 января с Xbox 360, я сейчас перелопачу мою коллекцию и посмотрю, что бы я хотел испробовать. И вот, опять же, как я и сказал, допустим, игра сейчас, ну вот, просто не пойдет, ну вот, что-то ей не понравится в моей системе, да и по барабану, ребята, 2 евро. Это, блин, не... это не 40 евро диск купить, понимаете? То есть, ну, опять же, есть свои плюсы, свои минусы. Конечно, было бы офигенно, если бы эти игры были доступны какие-то, каким-то образом на дисках для компа, я бы с удовольствием их также себе в коллекцию купил, потому что цифровая коллекция, я не знаю, как ни крути, но она холодная коллекция, знаете, как говорится, бездушная коллекция. Так что, библиотека Steam, это, конечно, хорошо, но все вот это вот я не знаю, оно... Я не чувствую какого-то, знаете, каких-то тактильных ощущений от игры, но, может быть, это просто сейчас я перевоспитаюсь. В любом случае, это, конечно же, блин, это все офигенно, самое интересное. Народ, вы только посмотрите, что я могу, допустим, сейчас прям прямиком на компьютере взять и, допустим, включить DuckStation, и не просто включить, а вот после всего вот этого раз захотеть, например, поиграть в Лару Крофт на том месте, где я прекратил. Пожалуйста, джойстик подключенный, все подключено, входим, играем в Лару Крофт. Прикол, да, народ? Ну, вы понимаете, да, что я хочу вам этим сказать? То есть, возможностей, возможностей на ПК просто хоть отбавляй. Не хотим играть в эмулятор на первую Соньку, ну, давайте включим вторую Соньку. И на компе это все просто молниеносно происходит, я вообще не знаю, конечно же, я играл в последний раз вот в это все на Xbox, и там тоже все отлично, но, блин, как это здесь все работает, вы не представляете. И вот, допустим, я хочу вам обязательно показать игру, которая называется... которая называется Primal, да. Хоп. Запускаем ее, конечно же. И мы сразу на том месте, где я... А, неа. В том месте, где я прекратил игру. И да, конечно же, сразу, что первое бросается в глаза, это, конечно же, 30 FPS. И на некоторых играх можно играть, в 60, в некоторых нет. Но вот когда я сейчас все, можно сказать, время в 60 FPS играл, то это очень сильно бросается в глаза. Но зато вы посмотрите на это качество, народ. Посмотрите на это качество. Это эксклюзив PlayStation 2 по эмулятору. На компе. Куда мы попали? В мир Солум. В четырех мирах, соединенных с Нексусом, время замерло. Здесь царит вечная ночь. Ну, вы понимаете, да? Дай-ка угадаю. И вечная зима. И вечная зима. То есть, ребятки, я... Я серьезно, я очень-очень впечатлен вот за это время. То есть, сколько я сейчас полазил здесь по... Не то, что полазил, а ознакомился с компьютером. Он... У меня было, конечно же, очень много на это времени. Практически 6 недель. Я с этим совсем ознакомился. И что хочу сказать? Я хочу сказать то, что... Как ни крути, да. Как мне и люди и писали, компьютер — это ультимативное игровое решение. То есть, как вы видите, здесь доступны и эмуляторы, и PlayStation 1, 2. Я еще и с третьим работал. Но третий мне по барабану оказался. Я просто стал неинтересен. У меня все игры есть или по обратке с Xbox 360. А там вы знаете PlayStation 3, Xbox 360. Практически одно и то же. Плюс, теперь и на компьютере все эти игры можно поиграть, на Series X. То есть, нужда в PlayStation 3 эмуляторе мне... Ну, и консоль мне, если честно, не так-то уж нравится. Если уж играть эмулятор, то Xbox 360 на компе. Так что я с этим совсем поработал. И что могу сказать? Ребята, да. Компьютерный гейминг или игра на компьютере кардинально отличается от той, с которой я встретился лицом к лицу в 2005-2006 годах. Когда, повторюсь, каждая божья игра, которая выходила, она нуждалась в каких-то драйверах специальных. Ты должен был искать на форумах какие-то приколы. Особенно, если ты игру пиратил. Я ходил, как вы знаете, в прокат, брал какие-то игры на прокат. И там нужно было найти крэк. А крэк, вы знаете, то у вас игра идет, то не идет. И все такое здесь же, когда на официальном уровне, вот сейчас, на данный момент, под конец 2023 года, ты покупаешь игру, она у тебя идет. Если даже игре какие-то нужны приколы, то она сама возьмет и их скачает. От тебя вообще практически ничего не требуется. А так как благодаря у меня сейчас топовое железо, самое крутое на данный момент, я, в принципе, могу во все вот в это играть в том качестве, в котором я просто никогда не мечтал. Конечно, когда речь идет о новых играх, таких как Alan Wake 2 с рейтрейсингом, пэтрейсингом, конечно, игруха, да, нуждается в DLSS, чтобы держать стабильные 60 кадров, но это новая игра, и мне это абсолютно по барабану. Я фэн старых игр, и вот на компьютере я понял, что здесь реально можно все эти старые игры, или большинство из них, играть просто в недосягаемом качестве, народ. Это, повторюсь, вот и консольчик сейчас сел за компьютер. То есть, офигеть. Конечно же, многие из вас 100% мне напишут, ну все, Серега стал ПКшником, или там переобулся. Ребятки, нет, кто такое пишет, вы просто, извините меня, вы просто глупцы. Извините меня вот за такую открытость, просто если человек играет в видеоигры, ему по барабану на какой платформе в эти видеоигры играть. Тем более, повторюсь, сейчас на данный момент, когда на компьютере все вот так вот легко и доступно. Ты открываешь Steam, у тебя миллионная библиотека игр, ты покупаешь игры за 2 евро, и повторюсь, если даже игра не пойдет или как-то не понравилась, 2 евро, да мне по барабану, боже мой. Так что пока на данный момент у меня сугубо положительные эмоции вот этого обо всем. Особенно одна из моих любимыхших игр, это Alien Colonial Marines, теперь играется вот в таком вот качестве, в 4К, блин, 60 кадров. Я просто в шоке, народ. Все игры, которые я испробовал, все идут в 60 кадров. Мой вопрос вам, ПК-бояре, если кто-то смотрит это видео, есть вообще на данный момент игры, которые идут в 30? Если не считать, конечно же, допустим, вот эту вот последнюю игру с супергероями, которая называлась, по-моему, Gotham Knights, по-моему, она на консолях шла в 30 FPS, по-моему, даже и на компах, по-моему. Так что, ребятки, спасибо, что вы были со мной, надеюсь, вам было это интересно, посмотреть, как я ознакомлюсь ознакомлюсь с видеоиграми на компе. Ребята, я очень сильно доволен. Так что теперь, как и сказал в распаковке вот этого супер-пупер компьютера, не побоюсь такого слова, теперь, да, хочу с уверенностью сказать, теперь я сижу на трех платформах. Это PlayStation 5, Xbox Series X и компьютер. То есть, если ты хочешь реально поиграть во все игры, если ты реально хочешь охватить весь спектр игр, то как ни крути, на данный момент, как я это уже сказал в распаковке, компьютер очень трудно игнорировать. Очень трудно. Вы можете, блин, с игр со Steam, вы можете перейти в PlayStation игры на эмуляторе, вы можете перейти в PlayStation 2 игры по эмулятору. Возможностей или возможностям нет предела на ПК, и это очень прикольно. Ребята, очень рад, что я наконец-то взял себе игровой компьютер. Итак, давайте будем прощаться с вами. Пишите, ребята, ваши, я не знаю, ваши, ваши комментарии на эту тему, как, что. Я очень рад. Я очень рад такому приобретению. Все, теперь уж точно, народ. Все, хватит. Закругляемся. Чао. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok